Всем привет, с вами Priya. Вот уже в течение трёх лет я стримлю. В течение трёх лет я делаю для вас различные видосики на ютубе, рассказывая о различных игровых механиках, вскрывая сундуки последние пару лет и обсуждая различные темы goldfarm. Чуть-чуть. Это было давно. Окей. Обсуждая на стримах с вами различные моменты касательно негативных либо положительных, мы пытаемся найти какие-либо лучшие решения этих ситуаций. Либо ищем причину в вас, как в игроке, либо ищем причину конкретно в игровой механике. То есть стороны этих моментов есть абсолютно разные. Так вот, теперь не хочется сидеть сложа руки. Хочется действовать напрямую. хотя бы хоть как-то, хотя бы косвенно, но хотя бы что-то делать. Напрямую, хотя это было слишком громко сказано. Окей. Хочется как-то проявить активность касательно системы Mythic+. А именно тех людей, которые покидают группу, к примеру, при старте ключа, не зацепив ни одного мотца. Вдумайтесь. Вы пошли закрывать 10-й ключ себе, недельный. Все ровного итем-левела. 370-го, 75-го, к примеру, да? Ну там, полумейны, полутвинки. Вот. То есть итем-левел у всех одинаковый. Плюс-минус 5. Так вот, и человек берет, после того, как вы вставили свой 10-й ключ, который в текущий момент является максимальным для получения недельной 380-й и выше награды, просто берет и ливает. В итоге у вас 9-й ключ, вы в панике, до того, чтобы вскрывать сундуки, осталось час по времени. И откуда вы возьмете 10-й ключ, к примеру, для себя? Он просто берет, ливает и остается эта ситуация безнаказанной. Это нормально? Да нет, это вообще не нормально, в принципе. Хочется как-то наказывать таких людей. Наказывать через сайт, который сейчас все считают опорным в виде Raider.io, невозможно. Там никак не пометить игрока то, что он левал. Или же система никак не помечает то, что он левнул, не закончил прохождение этого подземелья. Нет, если вы, конечно, считаете это нормальным, вы можете дальше сидеть и терпеть этих людей, которые ливают в старте ключей, посредине ключа. Просто потому, что там, я не знаю, мама позвала кушать. Ну окей, ладно, причины бывают разные. Дисконнекты мы не считаем. Мы считаем именно ручные ливы после там одного вайпа. Или из-за того, что он просто-напросто взял и умер сам по своей вине. И при этом левает, обосрав абсолютно всех людей, которые с ним находились в этот момент в подземелье. Типа танк не сдержал, агрохил, не отхилил. А сам он вообще, не знаю, от акулы умер, к примеру, в осаде Барауса. То есть, если вас это устраивает, окей, конечно. Конечно, вы можете дальше продолжать ходить с рандомами, которые ливают. Единственный выход из этой ситуации ходить своей какой-либо группой, которой никто не ливнет. Но своя группа не всегда может ходить, и своей группой не всегда можно зафармить какой-то один конкретный инст. Придется все равно брать различных других людей с ключом. В общем, хочется эту тему, на самом деле, вынести на форум. И конкретно, что бы я хотел предложить для механики Варкрафта, именно для вот тех людей, которые ливают. Первый вариант — это добавление в число бафов. Ну, к примеру, висит вот этот солдат Альянса, камень поиска маны, доброволец. Ну, будет висеть дебаф, счетчик некий. Количество подземелий, покинутых на этой неделе. И там будет счетчик. 0, 1, 2, 10, 20, 100. К примеру, увидев счетчик в 10 и выше, в среду или четверг. Я не думаю, что вы захотите такого человека брать. Также, на тот случай, если человек левает, опять же, тоже из инста, то ему можно запретить коммуникацию какую-либо. То есть, просто-напросто он не может писать в чаты. Он не может пользоваться какими-либо заранее собранными группами, как вариант. Потому что все-таки сбор ключей идет через заранее собранные группы. Хорошо, есть сбор ключей через чат. Но вы можете не собирать через чат, вы можете собирать через заранее собранные группы, чтобы от таких людей отсеяться, скажем, к примеру, так. Либо просто довести это до ума, на самом деле, сейчас не особо много мыслей насчет этого. Либо же третий вариант уже получается, как вариант. Снижение боевых стат на 10% в течение 5 часов. У тебя скоро рейд? Пройди миф плюс до конца. У тебя скоро рейд, и ты за 10 минут хочешь пройти мифик плюс, который инвайтнулся? Вообще не иди в мифик плюс тогда. Жди рейда, спокойно сиди. Не знаю, траву фарми, локалки делай, азерит войной капой. Например. Какой еще вариант был? Конкретно уже не мой, а у людей из ВК группы, где мы это сейчас активно обсуждаем. Бан на посещение мифик плюс с прогрессией. Ну, об этом я уже сказал, окей. Далее. Мифик плюс карма. Мифик плюс карма на самом деле весьма хорошо сделана на... Да нет, не хорошо она сделана. Она сделана на вов прогрессе, но там позиция такая, что дизлайков нет. То есть вы прошли в пятером подземелья, и то это при условии, что только прошли. То есть, опять же, эту систему надо дорабатывать, но какая-либо мифик плюс карма, встроенная в игре, показывающаяся при инвайте человека в заранее собранную группу, без каких-либо сторонних аддонов, будет весьма хорошей идеей. На самом деле. Как-то такие мысли. Из тех тем, что предложены людьми в комментариях, как-то не особо есть вариант сейчас сказать об этом. Если же, конечно, группа сама решает для себя закончить прохождение подземелья. Ну, там, человек дисконнектнулся, или, я не знаю, инст непроходимый. И чтобы первым никто не левал, чтобы ему там не зачелся этот штраф, к примеру, из много вышеперечисленных, или из тех, которые вы можете перечислить в комментариях. Быть может, у вас есть какие-то классные идеи насчет идеи по наказанию этих людей, которые ливают первыми без какое-либо объяснение причины. Можно добавить чудесную кнопку «Сдаться». Просто-напросто завершается прохождение подземелья. Ну да, ключ при этом срезается на минус один, и все. И то есть, ну, прохождение мифик плюс закончено, вы ничего не получили, вы ничего не потеряли, кроме урезанного ключа. Окей. Также есть возможность добавить паузу. На случай, если человек вылетел. Паузы реально не хватает в мифик плюсах. То есть, тикает таймер, у тебя дисконнелся человек. Разве это его проблема, что интернет приказал жить недолго? Ну, по факту, технические проблемы — это проблемы человека, но хотелось бы увидеть паузу в системе мифик плюс. Я все сказал, монолог окончен на этом. Дело за вами. В общем, если же у вас есть желание как-либо внедрить свои идеи, как-либо высказаться касательно своих идей, будьте добры, отпишите в комментариях. Я структурирую их. И мы пойдем покорять русский форум. Это будет весело, я уверен. Я столько много нового о себе узнаю, выйдя туда. Всех вам благ, счастья, здоровья. Об этом не нужно молчать. Касательно системы мифик плюс. До скорого. Берегите ноги. Или я сказал, берегите ноги.